Праздник для молодых получился прикольным, говоря на их же сленге. Для ребят с активной жизненной позицией, умных, инициативных, энергичных, организовали мини-концерт с участием популярных сочинских артистов. Ну а официально молодежь поздравили представители городской власти. От имени главы города к ребятам обратилась вице-мэр Марина Бролюк, отметив, что молодежная политика в Сочи – одно из приоритетных направлений. Я понимаю, что это лучшая молодежь города Сочи. И поблагодарить вас за все те прекрасные инициативы, что вы продвигаетесь. Это волонтерское движение широчайшее. Это работа молодежного совета при главе города Сочи. Это бесчисленные, многочисленные и разнообразные добрые инициативы. Это десант, согрение сердца ветеранов. Все остальные акции, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Это юнармия и все остальные наши патриотические движения. Это КВН. В молодости – это когда солнце светит ярче и только для тебя. Это беззаботный период жизни и в то же время – период принятия решений и самореализации. Чем и занимается сочинская молодежь. Среди юношей и девушек отмечено стремление к здоровому образу жизни. Снизился уровень безработицы. Многие ребята входят в число победителей, призеров международных спортивных соревнований, творческих конкурсов и олимпиад. Да и в целом участвуют в жизни города, будучи членами студенческих и ученических советов или общественных движений, как, например, Тарас Войков – лидер движения за здоровый образ жизни. Именно он вводит в Сочи моду на воркаут. То, что было раньше, сравнивать, десятый год, когда я начинался, и то, что сейчас, когда я иду в магазин и вижу очереди на турнир, это, конечно же, мотивирует. Я в 8 лет занимаюсь популяцией развития спорта, не только воркаут, но и различных акций, таких акций. Все здесь акции «Скорпобеды», «Семирный день победы», «Одивание» в «Сероссийске». Я встречаю Новый год, приятно. Молчок и популяцией развития спорта для нашего подрастающего поколения – это самое главное, что я делал – оставить вклад в 8-м себя. А вот Станислав – представитель творческой молодежи. «Золотой голос» улицы Новогинской. Так его прозвали сочинцы и гости города. Молодой человек – профессиональный музыкант. Сегодня его благодарят за участие в городском фестивале «Карнавал лета». Встречи же с поклонниками у Станислава практически ежедневно проходят в самом центре Сочи. Мне кажется, что люди становятся веселее, а настроение поднимается. Нам это говорят сами люди, когда подходят к нам, благодарят после выступлений. Да, мы вносим какой-то вклад, пусть небольшой, но в то, чтобы стало чуть веселее. Для этого и нужны артисты, которые выходят на сцену и что-то несут людям. Мой совет школьникам и всем детям – бросайте все свои телефоны, бросайте все свои компьютеры. И занимайтесь просто творчеством. Занимайтесь каким-то делом, спортом, все что угодно. Только не сидите дома, гуляйте, бегайте, прыгайте, плавайте, раскрывайте свои таланты, ищите себя. Это самое главное. Праздник отмечали на фоне моря, поэтому главный сюрприз сегодня приплыл. В честь праздника в море вышли яхты. На борту все те же – активные, умные, целеустремленные. Вы нас слышите! Привет! С праздником! Была у праздника и вторая часть, но уже на суше, в честь Дня молодежи в Сочи прошел фестиваль красок. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.